Путешествие во времени. Почему это всегда было излюбленной темой писателей-фантастов и режиссеров-блокбастеров? Мы живем в комфортном и обустроенном мире. Конечно, нас выбивают из колеи такие, по большому счету, мелочи, как какой-то новый вирус или финансовый кризис. Но человеку всегда хочется и всегда хотелось заглянуть за грань неизвестного, побывать в будущем и заглянуть в прошлое. Мы предлагаем совершить путешествие на сто лет назад и увидеть своими глазами, как жили люди в то время. Сегодня мы едем в этнографический музей Борджгала. Он располагается совсем недалеко от Батуми и собран всего одним человеком – Кемалом Турманицер. В течение нескольких десятилетий он собирал экспонаты, что-то сделал своими руками. В итоге получились картинки из деревенской жизни Грузии. Посмотрим и все вам обязательно расскажем. Вот, вы лучше меня знаете, что наша страна очень маленькая, но в каждом уголок есть своя этнография, своя культура и даже кухня. А мы здесь, мы вам предлагаем, это аджарские, местные одежды, ну правда парадные, а домашние одежды, это совсем другое, мы вам еще покажем. Это, знаете, наверное, есть сванеты, сванетские, хевсурские, картли и осетинские. Это традиционная одежда, чем они это пользовались на свадьбе и когда праздник, праздничное время. Дом они имели, очень много комнат, а вот невестка перед зеркалом украшивается. А вот замужем, если хотели видеться богатая семья, она очень надо знать, очень хорошо надо знать, выщивание. И тут полка, которая подвешена, а это граммофон тоже. А здесь уже богатая семья имеет вот такой уголок, свои с ружьями, вот. Вот она преподает грамотности, богатые семьи имели стул, происходящий, не было это стула, румынский, это стул тоже, румынское производство, а тульский самовар. Вот так, тульский самовар. Представьте, что вы родились в богатой семье. Какие у вас возникают ассоциации? Яхты, машины, шикарный особняк, ничего подобного. Румынский стол, стул, возможность обучаться грамотности, вышивать и играть на граммофоне. Все вот так было сто лет назад. Такая вот шикарная жизнь. А здесь уже, чем занимались мальчики, я был самый хороший мастер для изготовления детской игрушки. Это мои изделия, это я сам в детстве, мои изделия. Лижи тоже я делал. В то время в моем детстве были лижи, знаете, заводское производство, ну, кто нас купил, мы сами делали лижи, это тоже мои изделия. Остальные я купил от населения. Что касается детской игрушки. А здесь уже, чем занимались девочки? Они прямо вышивали, вязали. Ихняя игрушка была, это люлька и кукла. А куклы внутри, а пылка или песок. А сейчас разные, у куклы есть барби, марби всякие, керамические, резиновые. А в то время наши, это, 70-80 лет, там даже никакой куклы не было. Все лет с этим играли. А сейчас очень сложно удивить детей игрушками. В магазинах богатый ассортимент, а дома все ими завалено. Не то, что 70-80 лет назад. Самокат, лыжи или кукла, набитая песком или опилками. Музыкальные инструменты, музыкальные инструменты. Вот музыка, голос этого, чипони. Сейчас голос чипони. Это заканчивается, сейчас послушаем другого. Это пандори. Пандори. И есть еще пандори, чонгури. Четыреструновые чонгури, трехстрюновые пандори. Это, который на скрипке похожий. Это называется... Кеменча. Кеменча, правильно. Это греческий. У меня дед на этом играл. Вот, это, видите, сейчас на пандоре играет. Потом начинается на барабане. Вот он занимается музыкальным инструментом. Сейчас игра на музыкальных инструментах – это либо хобби, либо профессия. Просто послушать музыку – не проблема. Плеер, телевизор, в конце концов, мобильный телефон. А тогда, если вы не были богачом и у вас не было граммофона, то единственный способ услышать музыку был ее сыграть. Рыбоводство, разный вид рыбы и сеткоплетение. Как он сеткоплетет на море, на реке. Вот это разный вид. Удачки, ручные удачки. С дикого, с ореха. В то время, как бамбук был или еще такого не было. Не знаю, как вы, а я тоже делал удочки из ореха. Так что все эти практически космические рыболовные снасти появились какие-то 20, может быть, максимум 30 лет назад. Но и 20, и 30 лет назад рыбалка была скорее развлечением, а не способом добывать себе пропитание. Там мы видели семья, богатая семья, а здесь разного достатка. Мальчик на граммофоне играл, а здесь девочка помогает своей маме, чтобы пищу приготовить. У них был хороший мебель, а здесь такого ничего нету, мебеля, кроме сундука. У них была посуда дорогоценная, а здесь просто медная посуда. И женщина перед зеркалом украшивала. А здесь ребенка смотрит. Вот. Она мама, моя мама, выщивала, и, как вам сказала, перед свадьбой с собой взяла. Взяла. И это дорожки тоже. И с этой уголкой, которая с нашей семьями. Вот галерея для люльков. Самое главное, это вам покажем. Очень интересная вещь, пожалуйста. Вот. Мы вам показали, это люлька. А это люлька перевозящая. В России, в Европе есть такой корзин, чем перевозят ребенка на поле или на работу. А у нас был такой, вот сюда пастель, потом перевозили, и на поле, и где-то на дерево повесили, вот так. Когда кончали, своя мама работала на поле разных работ. Потом, когда обратно в доме, переставили на основном люльке. Памперс внутри обратил? А в матрасе была сделана специальная дырка для баночки. Сейчас, конечно, это все выглядит совсем по-другому. Амбар, где хранили кукуруза и овощиство. В основном свекла, картошка. Только картошка в яме. Это знаете, что такие? Вы знаете? Нет. Когда еще комбайна не было, вот эта досочка, вот эта переходит на колеса и зерно выскочивает до комбайна еще. Молотилка? Молотилка, да вот. После этого это зерно в мельнице. До этого, до мельнице зерно надо было чистить. Современные комбайны, конечно, помощнее будут. Ну и с точки зрения функционала, совсем другие возможности. Вот чем обрабатывали земля. Это мое детство. Я так проводил бики. Мой папа как держал, это плуг называется. И за один час можно до тысячи, нет, за один день до тысячи квадратный метр обрабатывать. Один час работал, 15 минут должен отдыхать, или вода давать, или трава давать надо было. Вот. Если земля была тяжелая, вот так и два пара бика надо было. Здесь тоже, не смотрите меня, я не виноват. Это здесь не убивает. Здесь подколивает. Слава Богу, что современный трактор не надо заваливать на бок и связывать ему колес, чтобы поменять шины. Чем бы вы могли заняться в те времена, если не обрабатывали землю? Нет, вы были бы не менеджером, не программистом и не маркетологом. Вы бы могли пасти коров на альпийских лугах и делать молочные продукты. Заняться плетением корзин, изготовлением деревянной посуды, сделать карьеру плотника, ну а если очень повезет, стать ювелиром. С тех пор в Грузии много что изменилось, но пить вино не перестали. Теперь это откроем, вот, немного поближе, пожалуйста. Вот крепость Коньо, Орочный мост, крепость Сурами. С этим мы пьем торс за нашей родину, за Грузию. Вот, теперь, а это, видите как, уклоном. С этим мы пьем торс за любовь. Видите, такой наклон. С этим утром хаш, вот, ча-ча, хаш, закусывая, выпьем закусывая, выпьем. А это, когда томаты не слушают, много разговаривают, или что-то, ча-ча наливаем, отдаем. Штрафной, не ставится, обязательно надо выпить, это штрафная. Вот, теперь, вот, теперь, а это, знаете, что такое, раз вы здесь живете, наверное, вы знаете, что такое, вахтангуре, бурдерша. Вот так, чтобы удобно, неудобно не было, некоторые медленно пьют, рука осталась. Некоторые далеко есть, тоже проблема, некоторые высокие, вот так, с этим эта проблема уже решена. Вот так держит, кейн, любовь переходит здесь. Связанная одной цепью. Да, одной цепью, да, вот. Это для, для любовь. Торс не осады, другой, другой, другой. Да. А это, торс святая троица, здесь три разные вино, можно наливать, светлое, белое и темное, и низуя тирка. И отсюда, когда пьешь, переходит друг за другом, это один целый дерево. Торс святая троица. А это уже, это что такое? Щит и меч. Не только это, это снимем. Пол литра вино входит здесь. И с этим мы пьем торс за героя, кто погиб в битве за геройчество. Какие продукции ваши туристы, которые от этой части вот кажутся, говорят, что долго? Только, ну, некоторым неинтересно, только разговор остается. А здесь уже можно наливать, отсюда можно выпить. Торс для хозяйка. Кто на стол накрыл, кто пищу приготовил, отсюда выпьешь? Нет, отсюда наливаешь, отсюда выпьешь, торс за хозяйкой. А вот это, это что? Часлюлка. Часлюлка, да? Не только. Так он тоже может быть. А здесь можно 20 стаканов наливать, заполнить. И отсюда можно выпить торс за новорождение, который только что родился. Его торс не имеет значения, мальчик или девочка. Это, знаете, что такое? Это чашка и кинжал, чтобы помирить. Два человека, когда обидят друг друга. За мир и за врага. С этим, когда пьешь, всякие проблемы решены. А это, когда томата далеко стоит и не видно, допилили, не допили до конца. Или что-то такое, в свое время спорить. Это же не прозрачное, не хрустальное, чтобы видно было, есть или нет. Когда звук поднимается, уже доказательство, чтобы уже пустое, ничего нет. А это, разный крест, который есть в Грузии. Разный крест. С этим можно пить, один человек нет, вокруг что ли, чтобы выпить. Торт за благословение Бога. С этим пивом здесь у нас пьет. Такой отрицательный, суточный торс. Это для пива. Торт за мир. Торт за мир. Еще есть. За наши традиции. И там есть ковшина. 6 литров ходит. И чашки тоже. С этим выберем торса винограда. Ниже, который есть. А в рог сколько входит? А здесь ходит пол литра, ну 600 грамм, если полный. Вот что касается наших сосудов. Вот такая у нас получилась экскурсия в прошлое. Живя здесь и сейчас, мы не замечаем, как меняется наша жизнь. Мы поглощены повседневными проблемами, своими радостями и огорчениями. Когда попадаешь в такое место, то понимаешь, что изменения, произошедшие за каких-то сто лет, огромны. И то, что мы можем позволить себе сегодня, что мы считаем просто нормальным, совсем не так давно было чем-то за гранью фантастики. Ну а поставить лайк, подписаться на наш канал и оставить комментарий фантастикой совсем не является. Субтитры создавал DimaTorzok